Приветствую вас, дорогие друзья! Я решил не затягивать, не делать больших пауз, потому что грядут перемены и о них позже. Сейчас же тема сегодняшнего видео. Замечательный джой-кон для Nintendo Switch, левый, с крестовиной. Я вам его показывал. Эта штука очень интересная, очень классная, и поэтому я сегодня хочу вам про него рассказать. Так что присаживайтесь поудобнее, заваривайте чай с пельмешками. На связи, как обычно, Ля Хэн. И это обзор Nintendo Switch, Hori, Pad, Depart, Zelda Edition. Погнали! Распаковку устраивать смысла нет, потому что в коробке, кроме самого джой-кона и инструкции, нет ровным счетом ничего. Поэтому давайте поговорим о самом джой-коне поподробнее. Джой-кон выполнен в дизайне и стиле оригинальных джой-конов от Nintendo Switch практически полностью. То есть с виду их даже тяжело отличить оригинального от неоригинального, то бишь хориевского. В чем основная разница? Основная разница в дизайне кнопки, которая позволяет снимать джой-кон с консоли. На обычном джой-коне сама кнопка выпуклая, а на дипаде от хори вместе с кнопкой выпукла еще и вся часть, где эта кнопка нажимается. Это вот самое основное отличие. В остальном они практически идентичны. Я бы не сказал, что есть какая-то разница по удобству, какая-то разница по хвату. Но есть огромная разница по элементам управления. Давайте о них и поговорим. На первый взгляд может показаться, что элементы управления идентичны таковым на оригинальном джой-коне. Но не все так просто. Давайте по порядку. Кнопка минус, стик, дипад, кнопка для создания скриншотов и записи видео, кнопка L и кнопка ZL. Казалось бы, да, все на месте, все так, как должно быть, но не совсем. Сбоку здесь должны быть кнопки SL и SR, но здесь их нет. Потому что этот джой-кон не работает по блютузу. Одна из его особенностей это отсутствие некоторых технологий. И одна из них беспроводное подключение. Нет беспроводного подключения, соответственно, нет аккумулятора. Нет аккумулятора, нет смысла вообще ставить кнопки для использования в беспроводном режиме. Логично, логично. Здесь нет кнопок SL, SR. Плюс еще одна особенность, которой теперь нет. То есть она у вас есть в оригинальном джой-коне, но не будет в этом. Это вибрация. Компания Nintendo очень неохотно делится своими технологиями и вибрации не стало исключением. Сюда вибрацию не поставили. Здесь нет абсолютно никакой вибрации. То есть та самая HD Rumble, которой вы привыкли, здесь работать не будет. Да, у вас все еще останется вибрация от правого джой-кона оригинального, потому что правых таких нет. Но левый джой-кон у вас не будет издавать вообще никаких звуков, никаких шумов, вообще ничего. Он не будет передавать абсолютно никакую информацию. С ним можно только играть. Это нюансы, которые отличают этот джой-кон от оригинала, от джой-кона компании Nintendo. И теперь давайте поговорим о самих кнопках и как же они отличаются от оригинального джой-кона. На первый взгляд, когда вы берете этот джой-кон в руки, он кажется более каким-то монолитным, что ли, и более качественно собранным, чем оригинальный джой-кон на Nintendo. До тех пор, пока вы не нажмете на кнопку L. Посмотрите, как кнопка L нажимается на оригинальном джой-коне. Это очень приятный, очень мягкий щелчок, который является таковым со всех сторон. Что же поставили? Хори сюда. Очень тугая и неприятно нажимающаяся кнопка. Но во всем остальном... Почти. Этот джой-кон гораздо лучше по элементам управления. Кнопка ZL здесь нажимается чуть-чуть туже, но оттого даже, я бы сказал, немного удобнее, чем на самом оригинальном джой-коне. Потому что там она еще порой дзынькает, а здесь нет. Звук глухой, кнопка очень хорошая. И вот если кнопки L это не идет, то кнопки ZL наоборот. Такая немного туговатость идет. И я бы даже сказал, это гораздо удобнее, чем на оригинальном джой-коне. Далее, кнопка минус. И вот я не знаю на самом деле, кнопка минус и кнопка для создания скриншотов, это что-то, с чем я до сих пор не могу смириться. Я не могу найти этому объяснение. Как говорится, кто это сделал, зачем и почему, непонятно. Кнопка минус и кнопка для создания скриншотов здесь выполнены из резины. Они, блин, резиновые. То есть, bring, 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 bring. Она резиновая. И если тактильно, да еще можно понять, то вот практически я не понимаю. Потому что резина, но она не проживет долго. Она не проживет столько, сколько пластиковая кнопка. И если вы очень-очень активный игрок, полагаю, что через пару лет ваши кнопки на джой-коне от Хори превратятся в тыкву. Либо просто банально рассохнутся лет через пять и получается, что этот джой-кон как устройство перестанет работать. Потому что просто банально не будет кнопки минус. Она просто может высохнуть, это же резина. Но пока что сейчас, на данный момент, я скажу так. Это странно, к этому нужно немного привыкать. Но это прикольно. Кнопки очень мягкие. И в отличие от джой-конов, где минус у меня опять же дзынькает, прям неприятно. Резиновая кнопка, это мембранка. Резиновая мембранка. И она очень приятно нажимается. Что первая, что вторая кнопки, они очень приятные. То же самое касается и крестовины. Боже, как же приятно пересаживаться с кнопок на нормальную человеческую божскую крестовину здесь. Она великолепна. Я даже не знаю, что еще сказать. Ну, в принципе, апофеоз этого геймпада. Это крестовины. Этот геймпад слэш джой-кон. Он создавался ради этой крестовины. Все построено вокруг этой крестовины. И крестовина здесь хороша. Поэтому, если вам нужен был джой-кон именно для того, чтобы пользоваться крестовиной. И вот прям не нравится вам играть на кнопках. Или какие-то игры, какие-то файтинги. Берите. Он вас не разочарует. Крестовина здесь замечательная. Вообще никаких претензий к ней нет. Только разве что она вот прям, ну, немного так ездит. Но она ездит абсолютно на всех геймпадах. Поэтому, скорее, такой констатация распространенного факта, нежели претензия. Все хорошо. Все абсолютно замечательно. Стик. Стик тот же, что и стоит в оригинальных джой-конах. Не верю я ни в его надежность, ни в его качество. Не верю вообще ни во что. Скорее всего, придется также рано или поздно бороться с дрифтом. Придется менять их. В общем, ну, вы все знаете прекрасную историю с нинтендовскими джой-коновскими стиками. Она, история, не меняется. С 17-го года, как все началось, так и продолжается. Что бы там Nintendo не говорили. Все равно дрифт. Все равно это ненадежная конструкция. И, учитывая размеры, сделать они, так полагаю, ничего нового и не смогут. Поэтому, по всем параметрам, если вам нужен джой-кон с хорошей крестовиной. Да я даже не вижу альтернатив здесь никаких. Да, можно пересобрать с кастомными корпусами джой-кон оригинальный. Но все равно это будут металлические мембранки, которые будут дзынькать. И крестовина будет немножко не такая. Здесь же крестовина на резиновых мембранках. И нажимается вот так, как вы привыкли во всех нормальных геймпадах. Испокон веков. Поэтому, если искали, если сомневались, берите. Штука классная. Ни разу не пожалел и очень активно пользуюсь. Такой получился обзор Nintendo Switch Depad Controller от Hori для Nintendo Switch. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой приблуды. Может, у вас уже такая есть. Или, может, появились какие-то новые варианты, о которых я еще не слышал. Может, стоит взять на обзор, посмотреть. И пишите, какие бы вы видосы хотели видеть. Сейчас потихоньку начинаю возобновлять абсолютно все. Производство видосов, контента. Там еще сейчас будет обновление. В общем, еще и перейду на одну очень интересную площадку. Там все позже вам расскажу. Будем, в общем, стараться все возвращать. Работать в прежнем ритме. Поэтому пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть. Какие видосы. Может, какие-то покупки, какие-то консоли. Я там с вами обязательно пообщаюсь. Также поддерживайте видосы лайками. Подписывайтесь, если вы тут впервые. Ну и не забывайте делиться видео с друзьями, если оно вам понравилось. И у вас есть такое же комьюнити, которое любит игры, консольки и все вот в этом вот духе. Благодарю вас за просмотр. Скоро увидимся уже в следующем видео.